Здравствуйте, меня зовут Алена, моя фамилия Владимирская, я, наверное, один из самых известных хантеров в России. Кто такие хантеры? Это люди, которые занимаются редким и сложным персоналом. Перед тем, как приехать сюда, мы с Сережей Рыжиком обсуждали, куда мне поехать и что мне делается. Почему, собственно, возникла идея, что сейчас перед самой ответственной частью, перед презентацией нового продукта Битрикс, 24 Битрикса, буду рассказывать я. Потому что есть несколько принципиально важных вещей. На самом деле любой руководитель может делегировать все, кроме двух вещей. Кроме стратегии, либо компании, либо своего отдела, либо своего подразделения и подбора ключевых людей. Но на самом деле ситуация-то складывается таким образом. Так, ну давайте, идите, идите, идите на голос, кто там еще? Тут интереснее, чем на кофебрейке. Значит, что, собственно, у нас получается? У нас мы на самом деле довольно часто делегируем поиск ключевых людей HR-ом и в результате получаем то, что получаем. Я сегодня за час, непонятно, как я управлюсь, но я постараюсь вам рассказать несколько ключевых. За час научить хантить невозможно. Но за час я попытаюсь рассказать несколько ключевых вещей, как искать, как мотивировать, какие основные ошибки в команде, как увольнять. Понятно, что за час мы не сделаем все. Смотрите, коллеги, сразу, что называется, по процедурному вопросу. Первое. Значит, после моего выступления начнется самая важная часть. Сережа Сергея Рыжиков будет представлять новый продукт BigTrix. Поэтому бессмысленно за мной выходить и задавать вопросы сразу. Я не буду брать вопросы сразу после этого, потому что будет самое важное. Поэтому есть две вещи. Я здесь буду, у меня самолет там в 8 вечера, то есть я буду здесь где-то там до 5.30, до 6. Я не очень понимаю, сколько тут ехать до аэропорта, но мне кажется, не очень далеко. Поэтому после презентации, вот после этого я смогу отвечать на вопросы. Второе. Я знаю, что по карьере многие будут задавать вопросы про себя. Вопросы по карьере, скажем так, значительно интимнее, чем даже вопросы про секс, потому что они касаются вашей самооценки, касаются ваших денег, касаются проблем вашего бизнеса. Поэтому далеко не все могут задать их публично. А, конечно, когда даже мы разговариваем на конференции один на один, вокруг стоят люди, далеко не всегда. Ну, где-то кто-то считает даже подойти публично к Антару, это его компрометирует, ну, потому что, в общем, это значит, что, что называется, смотришь налево. Так вот, на самом деле, вот здесь есть визитки, это наш форум антирабства. Значит, там я отвечаю на все вопросы бесплатно в течение одних рабочих суток. Отвечаю, там есть два режима, отвечаю в режиме публично, отвечаю в режиме лично. Если включаете режим лично, то, соответственно, ответ видите только вы и вижу только я, его не видят даже наш технический директор, он видит просто факт пересылки. Поэтому, если вы там не хотите сейчас подойти или потом у вас созреет вопрос, вот, пожалуйста, визитки, их потом можно будет взять, их много, я здесь оставлю. В любой момент, любой вопрос по карьере, по хантингу персонала, по вашей личной оценке, по вашим личным переходам, по подбору людей, по каким-то увольнениям людей, можете задать, отвечаю всегда, это всегда абсолютно бесплатно. Итак, значит, с орг вопросами закончили, теперь переходим к самому основному. Итак, как я говорила, значит, можно делегировать все, что угодно, кроме двух вещей стратегии, но это не ко мне, и подбора ключевого персонала. Дело в том, что чаще всего, к сожалению, мы подбор ключевого персонала делегируем HR. Как только мы делегируем HR, вы должны понимать, как любой управленец, а, к вам приходят не все люди, б, к вам приходят не лучшие люди. Объясню почему. Две вещи. Во-первых, на самом деле на рекрутинговых ресурсах, где в основном работают, с которыми работают HR, там на самом деле, ну, скажем так, я не говорю, что там размещают резюме какие-то плохие, не такие люди. Нет, конечно, прекрасные, хорошие, но там туда не ходят те, кто не ищет работу. То есть, а самые ценные люди, это те люди, которые работу не ищут, которые, собственно, сейчас работают и востребованы. Я не говорю, что другие плохие, но я говорю о том, что вот это первое. Вторая вещь. Соответственно, вы понимаете, что рекрутер не является спецэкспертом по людям. Это иллюзия, что мы эксперты. Вот я эксперт в очень узкой области, я эксперт в диджитал интернете, там я понимаю все, я на самом деле, ну, даже сходить могу. Поэтому вот эту историю, там, каких-то топ-менеджеров я знаю очень хорошо. Если мне закажут, периодически мне закажут, там, заказывают HR-директоров, IT-директоров, не знаю, там еще кого-то, я всегда обращаюсь к помощи эксперта. Девочка-рекрутер, сидящая у вас в компании, чаще всего работает по тому, вот что вы в вакансии написали, потому она и работает. И если вот там сказано, и больше всего на свете, она боится того, что вы ей скажете, «Так, дура, ты мне не тех водишь, ты уволена». Или, собственно, пойдете к тому, кому это можно сказать. Поэтому ей легче не показать человека, если он пограничный по этим требованиям, нежели показать. То есть для нее ее репутация важнее, чем вывод человека. Поэтому если вы, как бы, вы видите только тех людей, которые подходят стопроцентно под описание. Но если вы когда-нибудь покупали, я не знаю, машины, квартиры, не знаю, все что угодно дорогое, вы, соответственно, четко понимаете, что чаще всего вы покупаете не то, что вам нравилось по описанию. Вы потом приходите и говорите, оп, вот мое. Так вот, на самом деле, вот «о», вот мое к вам не попадает. Поэтому первое, что мы делаем, не делегируем поиск ключевых людей. Первое правило, есть два принципа поиска людей. Первое, если мы ищем на массовый подбор или подбор, что называется, проходной, мы ищем до первого соответствующего. На самом деле, HR-функция, это функция чисто про деньги. Что у нас получается? Мы говорим, условно, если это массовый подбор или подбор такой, ну, не столь важный для компании, условно, там, дорогая Марина HR-менеджер, ты должна закрыть мне вот эти три вакансии за месяц, бюджет на каждую вакансию составляет столько-то, там, не знаю, там, тысячи рублей, да, там, три тысячи рублей без расчета ее фото. Вот, собственно, и смотрите. Вам важно здесь просто смотреть, ну, вот эти показатели. Если мы ищем хоть сколько-нибудь ключевого человека, то есть, если мы ищем вот этого вот, вот такого человека, мы ищем, что называется, до первого соответствующего, не вообще до первого, а до первого соответствующего этим параметрам. Если же, потому что даже если мы, он потом не подходит, то его стоимость замены дешевле, чем отсутствие этого человека. Это работает на продавцах, на кассирах, на уборщицах, на водителях такси, на таком вот, ну, не ключевом персонале массовом. Я не говорю, что это плохой персонал. Если мы ищем ключевых людей, мы ищем до лучшего. Никогда мы не соглашаемся, мы возьмем его, ну, мы 15 посмотрели, и, соответственно, никого хорошего нет, ну, давай этого вымучим и возьмем. Всегда, когда мы вот так вот вымученно берем, не работает. Потом мы в результате увольняем. А поскольку это ключевой человек, чаще всего это человек дорогой, или если даже недорогой, то сидящий на ключевой функции, вот это время вы теряете не только деньги, которые вот он проедал эти месяцы, вы теряете еще и время, в это время конкуренты развиваются быстрее, в это время, там, я не знаю, вы теряете контракты, то есть стоимость этого человека много дороже, чем стоимость его зарплаты. Поэтому, значит, ключевых всех мы ищем сами. Каким образом? Во-первых, есть параметры на любого ключевого человека. Запомните, если в течение трех месяцев вы не можете найти активного поиска, не из серии, мы потом посмотрим, ой, мне некогда смотреть, а вот вы включились и начали смотреть. Соответственно, вы должны понимать, что если в течение трех месяцев у вас нет оффера человека, не выход на работу, а оффера человека, потому что человек, особенно если он работает на какой-то ключевой позиции, там, коммерческий директор и прочее, то, соответственно, там еще может быть там до трех месяцев уходить с предыдущей работы может. Но если у вас нет принятого оффера, значит, что-то не так в вакансии. Значит, либо у вас девочка-рекратер работает плохо, либо вы работаете не там, если вы работаете с кадровым агентством, не с тем кадровым агентством, либо, соответственно, у вас в самой вакансии, вам нужен аудит вакансии, либо там что-то не то с зарплатой, либо с какими-то условиями, либо что-то всегда ключевой человек находится за три месяца активной работы. Это максимальный срок. Второе. Если вы просмотрели больше 12 кандидатов, ну, это моя такая понятийная цифра, но еще оправдана десятилетиям хантинга, если вы посмотрели больше 12 кандидатов, и все не то, меняйте рекрутера. Или разбирайтесь с аудитом вакансии. Значит, либо что-то в вакансии не так, либо, соответственно, у вас в рекрутере, ну, то есть, неважно, в рекрутере, в кадровом агентстве что-то не так, это неправильно. Итак, мы ищем ключевых до лучшего, мы ищем массовых до первого соответствующего. Второе. Неважно, на какую позицию вы ищете, на ключевую или на массовую, вы должны понимать следующее. Мы ни одного человека, включая самых топ-менеджеров, не смотрим, не собеседуем до момента того, как они выполнят тестовые задания. Если человек даже на ключевой позиции обижается и говорит, я не буду, я же топ-менеджер, я не буду делать тестовые задания, так вот я вам хочу сказать, вот я, допустим, много работаю с Фейсбуком или с Гуглом, для топ-менеджеров Фейсбук и Гугла, ну, в частности, допустим, кантри-менеджеров, всегда существуют тестовые задания. Все делают, как миленькие. На самом деле это вот прям… Так вот, почему это важно, это экономит ваше время? Чрезвычайно. Первое. Значит, собственно, что происходит? Во-первых, от момента того, как вы посылаете тестовые всем, кто откликнулся до этого вакансии, ответит реальным тестовым треть. Две трети на этом моменте скажут, нет, это не ваши люди. То есть на самом деле человек, который не хочет изначально хоть немножко поработать для того, чтобы прийти в вашу компанию, зачем он вам? Он дальше точно работать не будет. Второе. На тестовом вы проверяете, а, ну, некие знания, и, б, образ мысли. Особенно, что вот важно, то есть, ну, вот такое понимание, что вы мыслите в одну сторону. Никогда на тестовом не ставьте сроков. Вы говорите, что мы открываем, это открытый срок, что когда сможете, тогда и сделайте, но мы активно ищем. Соответственно, дальше получается такая история, что вы видите, обычно, ну, если тестовое на подумать, то отвечают за него, ну, там, три, четыре, два дня, да, потому что, ну, люди работают, у людей есть какие-то свои планы. Если, там, человек в течение недели не ответил, ну, всякое бывает, каждый мог заболеть, уехать в командировку, но обычно об этом пишут, то это значит, что, в общем, тоже, ну, не сильно мотивирован. Но смотреть надо. Итак, вы получили тестовое, вы его просмотрели. Дальше, соответственно, встречается, условно, девочка-рекрутер, но первый фильтр, он нужен. Почему? Он отсеивает, особенно сейчас, в условиях кризиса, когда с работой очень тяжело, и многие люди, что называется, зависли, не могут найти работу по полгода-полгоду, то на все вакансии отвлекаются все. И, соответственно, вам, вот эта девочка-рекрутер, нужна входным фильтром, для того, чтобы посмотреть, ну, просто, что человек адекватный и подходящий к вашей компании. Она не несет никаких других функций, она как одной, извините меня, шлагбаум. Она, собственно, делает следующую вещь. Она, зная культуру вашей компании и вас, понимает, насколько вы можете сработаться, ну, и убирает общий неадекват по миллиону принципов. Как только вы, соответственно, девочке, там, достаточно 15, ну, 20 минут. После этого, если кандидат кажется адекватным, вы должны подходить, то есть подходите практически ко всем, если она не пишет, там, мессенджеры совсем трэш. Объясню это, возвращаясь к самому началу. Дело в том, что, ну, правда, у нас такая дурацкая система в HR, что у нас на рекрутинг чаще всего сажают самых маленьких, самых еще не знающих в сути профессии. Поэтому они идут по принципу вот-вот прямого плохого поиска старого поколения, в соответствии слов резюме с вашим профилем вакансии. Если ей кажется что-то не то, ей легче не показать, чем показать, потому что ругать будут ее. Подходите, разговаривайте. На самом деле это важно. Следующий момент. Значит, запомните простое правило. Когда мы, значит, первое, человек на топовой позиции должен проходить не менее трех-четырех собеседований. Расстояние между собеседованиями желательно, чтобы было не меньше трех дней, но не больше недели. Объясню, почему не меньше трех дней впечатление должно отстояться. Довольно часто, особенно на харизматиков, у нас первое впечатление, блин, какой крутой. Довольно часто это внешний такой флер. Но это именно флер. Коллеги, подходите, вот там много мест, на самом деле, если кто-то не может сесть, вот той части. Значит, так вот, это внешний флер. Он обычно уходит первые сутки. То есть вот это первое, знаете, вот такое, ой, какое крутое, прекрасное. Потом ты начинаешь думать по сути. Так, вот. Значит, но не больше недели. Почему? Дело в том, что, если это даже чистый хантинг, если человек не ищет работу, вы должны понимать, что как только вы начинаете его хантить, вы запускаете механизм. Механизм заключается в чем? Если меня хантит одна компания, посмотрю-ка я, что есть еще по рынку. То есть до этого он мог 10 лет сидеть в компании и вообще просто вот не срываться. Как только вы запустили этот механизм, он начал работать не только на вас, а, как ни странно, против вас. Поэтому, соответственно, собеседование, вот все, вот этот круг, должен проходить не меньше, то есть не больше, чем за месяц. Потому что человек смотрит на рынок. У вас, конечно, есть фора, потому что вы начали первым, но эта фора не бесконечна. Дальше. Почему 3-4 собеседования? Значит, особенно если мы говорим о ключевых людях, то это всегда история про относительно большие деньги. Они могут быть большие, неважно, вообще в рамках там большие, небольшие, но для вашей компании они в любом случае существенные. И это какая-то ключевая функция. Не надо принимать решения в одиночку. Мы все люди, мы все на самом деле умеем очаровываться, не очаровываться людьми. Помните, лучше всего собеседование проходят, а, продажники, потому что они умеют себя продавать, директора по развитию, они тоже умеют себя продавать, пиарщики, они умеют себя продавать, и в 3, и самое ужасное, в 4, те люди, которые чаще всего ходят на собеседование. Это навык. На самом деле, то есть вы можете попасть под суть навыка, но не под саму суть. На разных людей действуют разные триггеры, поэтому сделайте, соответственно, собеседование с вами и еще с некоторыми руководителями, либо вышестоящими, либо теми, с кому придется взаимодействовать этого человека. Консолидированное мнение. Есть принцип Гугла. Когда-то в самом начале существования Гугла в России, у меня был просто экспириенс, меня смотрели на HR-директоры российского Гугла, и я запомнила навсегда. Вот, может быть, в зале есть люди, которые защищали диссертацию. Вы помните принцип белых и черных шаров. То есть по окончанию диссертации там профессора выходит и кидает вот эти условно белые и черные шары. Значит, и там черных шаров должно быть не больше какого-то количества. Так вот, в Гугле принцип ровно такой же. Ты приходишь, тебя привозят, и в течение дня у меня было 8 собеседований. То есть люди приходили, представлялись, задавали вопросы, выходили. Приходил следующий человек, задавал вопросы, выходил. Важно было, что из этих 8 ты мог получить только один черный шар. Ты не знаешь, да, то есть они это делают без тебя, но потом вот, собственно, и они не знают, кто бросил черный шар. Может быть, они потом там как-то между собой советуются, но в принципе ты не знаешь. Так вот, на самом деле у вас тоже должна быть цветопропорция, но ваше личное. Вот этих вот черных шаров, что их должно быть там не больше столько-то. Поверьте, интуитивно мы довольно четко понимаем, особенно консолидированно, какие люди нам нужны, какие люди нам не нужны. Дальше. Значит, что должно быть в тестовом задании? Я очень схематично, потому что у нас не очень много времени, просто пытаюсь дать какие-то схемки. Значит, как только кандидат начинает говорить, я не буду делать тестовое задание, неоплачиваемое, потому что вы используете мой труд. Значит, вот это какая-то вот совершенно какая-то жутчайшая история, которая родилась в России, действительность какого-то дурацкого использования, каким должно быть тестовое задание? Тестовое задание должно быть таким, что по времени примерно, что человек профессионально соответствующего уровня может его сделать в течение 3-4 часов, плотной сети сделав, вот по объему. Второе. На самом деле там не может быть кейсов вашей реальной компании, потому что потом действительно человек будет говорить, вы использовали мой труд. То есть эта история не про то, напишите стратегию нашей компании, ничего себе тестовое, да, а условно просчитать условное, как это делают западные компании для того, чтобы не попадать ни на какие суды. Условно. Компания, там, я не знаю, близкая по сегменту, нам открывает там в соседнем регионе завод. То есть это должны быть 3-4 кейса по вашей тематике, которые человек должен просто решить. И вы смотрите на логику, на знание, на, что называется, близость мышления. И по этим кейсам, конечно, делаете потом конечную собеседование. Помните. Значит, если вы в результате, человек прошел 3-4 собеседования, сделал тестовое, все хорошо, вы уложились за месяц, за месяц с небольшим, с горочкой, выставили оффер. Значит, есть понятный алгоритм выставления оффера по деньгам. На самом деле мы в этом смысле несчастная страна. Во всем мире, во всем цивилизованном мире действует так, просят принести справку из банка с вашего дохода, соответственно, смотрят это, вычисляют ваш прошлый доход на работе и от него там делают некую пропозу. У нас на самом деле попробуют это запроси, или с работы, или с банка, или с налоговой, на тебя посмотрят как на врага. У нас такое не работает. Поэтому есть понятийный принцип, по которому мы выставляем офферы. Я сейчас говорю только о фиксированной части дохода. Я не буду говорить сейчас о кипяях и бонусах, потому что они на разных позициях разные, на разных бизнесах разные и формируются от состояния бизнеса вашей компании. Тут нет какого-то единого алгоритма. Если мы говорим о фиксированной, если вы хантите человека в среднем на моменте именно хантинга, то есть он где-то работал, все хорошо, вы его сманиваете, прибавка составляет в фиксированном доходе 15-20%. Это среднее, это вот принято по рынку. И если человек находится на открытом рынке и находится на нем больше трех месяцев, но меньше полугода, можно сейчас в условиях кризиса не прибавлять ничего или прибавлять, если вы очень хотите, но у него есть какой-то альтернативный оффер, до 10%. Если человек находится на рынке более полугода, это отсматривается по его резюме, то в этом случае вы можете убавлять сейчас до 15% от его дохода. Как мы вычисляем доход? А вот здесь надо на самом деле дружить с каким-либо местным рекрутингом, агентством. Объясню почему. Дело в том, что ведущие практики, прежде всего большая четверка и ведущие консалтинговые практики всегда делают обзоры зарплат по рынку, по тематике, по отраслям и по крупным городам. Новосибирск всегда попадает в эти обзоры. Другой вопрос, что это стоит дорого, покупка этого начинается там от миллиона рублей и выше. На самом деле, конечно, в этом смысле покупать это крайне невыгодно. Есть два пути. Первое. Очень сильно дрючить своего HR. Каким образом? Говорит следующее. Дорогой, выясняй, кто у нас в регионе делает хорошие эти обзоры по нашей тематике. И дальше есть такая практика. Те компании, которые участвуют в этих обзорах, они результаты обзоров получают бесплатно. Обратите внимание, это не страшно. Вы участвуете в них, вы не подаете, что зарплата такого-то у меня человека составляет столько-то, такого-то, столько-то, такого-то, столько-то. Вы по телефону диктуете средние цифры. Сколько в среднем у вас получает сотрудник коммерческого? Ну не вы, в смысле HR. И это никогда в обзоре не выйдет с названием компании. Это выйдет условно. Строительство, средний сегмент, до там, я не знаю, 200 человек компаний, Новосибирск, средняя зарплата, то есть будут обобщенные истории. Зато вы этот обзор получите. Если вы этого не хотите, у вас должны быть друзья в каком-либо, либо хантинговом агентстве, либо, соответственно, в какой-либо большой компании в HR-отделе, которые в этом обзоре участвуют и могут вам условно по любви открыть эту циферку. Честно скажу, это не очень законно, потому что на самом деле это такой персонал, который присылается, но в принципе многие этим пользуются. То есть вы будете знать среднюю зарплату по актуальному, эти обзоры обновляются раз в полгода, больше зарплаты чаще не скачут, соответственно, вы будете знать актуальную цифру по вашей отрасли, по вашему сегменту, по этой позиции, ну, там, в течение полугода. Вот от нее 20, 10 или 0, минус 10, вы от нее, собственно, и исходите, выставляя офферы. Значит, должны помнить, что в среднем человек должен ответить, ну, что значит должен, человек вам ничего не должен, но человек, нормально, если ему нравится позиция, он отвечает на оффер в течение трех дней. Это нормальная история, он посоветуется там с родными, с друзьями, еще погуглит что-то о вашей компании, о вас лично, и, собственно, если он в течение трех дней отвечает, это нормально, это не повод для беспокойства. Если он говорит, что ему нужно недели или больше, это плохой признак. Это значит, если он работает, что он пошел к себе в компанию на тему того выставляйте мне контр-оффер, то есть на самом деле он, наверное, не очень хочет к вам или думает, хочет ли, и, соответственно, пошел к своим торговаться, вот смотрите, такая-то компания мне дала столько-то денег, поэтому, собственно, дайте мне больше или дайте мне позицию лучше, и все будет хорошо. Либо второй вариант. У него, если он сейчас на открытом рынке, он ходит на несколько собеседований, есть какая-то в этом случае история лучше, но там еще оффера нет, и он будет торопить другую компанию, вот смотрите, у меня есть оффер, выставляйте мне оффер скорее, для того, чтобы, собственно, я пришел к вам. Поэтому, первое, никогда до момента не то, что оффера, оффер у нас не имеет юридической силы, от оффера всегда может отказаться, кстати, обе стороны, имейте в виду как соискатель, мы все равно соискатель, от оффера может отказаться и другая сторона, то есть компания тоже может отказаться, поэтому до момента выхода кандидата ни одно хантинговое агентство не перестает искать персонал, потому что 20% кандидатов отваливается, даже больше сейчас где-то там, около 30 уже, отваливается на контр-офферах, потому что что-то там еще меняется, поэтому вы ищите вот до момента выхода на работу, все разговоры о том, что я точно выйду, нет, на самом деле людей переманивают, итак, с этим разобрались, если же мы говорим о топовых позициях, о не топовых, а массовых позициях, одна из самых важных вещей, самых действенных рекрутинговых вещей, которая существует, это качественно запущенная реферальная программа, на этом необычно всегда в зале куча народу говорит, у нас есть реферальная программа, она не работает, реферальная программа не работает в двух случаях, если люди не гордятся и не хотят работать в вашей компании, и собственно поэтому они ее не рекомендуют, и второй вариант, если она сделана неправильно, какой из этого, почему не работает у вас тут, ну условно надо разбираться персонально, но как обычно работает реферальная программа, что вообще это такое, вы говорите, что есть массовые позиции, на которые или очень сложные позиции, она работает на два типа позиций, массовые, условно продавец, кассир, еще что-нибудь такое, или очень сложные, какой-нибудь сложный IT-разработчик обычно, еще что-нибудь такое, значит, что дальше происходит, вы делаете следующее, вы рассказываете всей своей компании, всем людям, которые работают в этой компании, и которые, внимание, работали в этой компании, с которыми вы разошлись хорошо, мы об этом поговорим чуть позже, но я просто сейчас это обозначаю, вы где-то там, я не знаю, идеально, если в интернете, условно, в Bittrex 24, или если ничего нет, хотя бы в рассылках, которые вы делаете, вы рассказываете об этой вакансии, о том, что в нашей компании открыта вот такая-то, такая-то вакансия, нам нужны такие-то, такие-то, такие-то люди, с такими-то, такими-то, такими-то компетенциями, дальше, если вы рекомендуете нам этого человека, такого человека, и мы его берем на работу, то вам выплачивается вознаграждение, как обычно бывает вознаграждение, на позиции, условно, низовые, где маленькая зарплата, вознаграждение обычно выплачивается в размере одного оклада этого человека, в первый момент вы скажете дорого, на самом деле, если вы посчитаете костынь на весь подбор, окажется недорого, объясню сейчас, чуть позже объясню почему, значит, как вы выплачиваете это вознаграждение, пожалуйста, мы его не выплачиваем сразу, мы выплачиваем его в трех, в три транша, первый транш мы выплачиваем в течение пяти дней с момента выхода этого человека, почему это очень важно, дело в том, что если мы откладываем платеж на когда-то, он перестает, ну, то есть, перестает мотивировать, люди хотят, ну, то есть, для них очень значимые деньги быстро, поэтому я вывел человека, я тут же это получил, треть, вторую треть человек получает по окончании испытательного срока этого человека, то есть, через три месяца, а третью треть, объясню сейчас почему, он получает еще через три месяца, про вторую треть, значит, почему это очень выгодно, дело в том, что у нас довольно много людей не проходит испытательный срок обычный, чем массовые позиции, тем, в общем, ну, вероятнее, по двум вещам, первое, людям, люди не приживаются в компании, людям не нравится, с чем это связано, дело в том, что какая бы там в компании не была хорошо простроенная система адаптации сотрудников, это нам, HR-ам кажется, что она хорошо простроенная, дело в том, что в компании есть масса неформализованного знания, условно, к Маре Ивановне бухгалтерии с утра не приходи, она всегда злая, вот она чаю попьет в 11 утра, а потом нормально, потом заходи, все хорошо будет, это знают все, кто давно работает, это не знает новичок, которому и так, в общем, не очень хорошо, вот, а он зашел, а Марья Ивановна его там типа, что ходишь вообще, пошел отсюда, ну, он такой, ой, боже, вот, и вот такого много, дело в том, что если человек, который давно работает в компании, заинтересован деньгами в адаптации этого человека, он сам будет ходить, ты что такой грустный, что не получается, слушай, ну, а что ты вот тут, смотри, продаешь нет, а может ты сюда позвонишь, а может вот ты вот это, а может вот ты вот это, а сходи к Пете, у него там какие-то там клиенты отвалились, ну, то есть он начинает помогать, причем начинает помогать проактивно, вы, соответственно, от этого значительно лучше проходит адаптация, больше людей остается и результаты лучше. Третья история, почему третью треть мы платим через полгода, с момента выхода, объясню, по одной простой причине, во-первых, отложены платежи, когда они постоянно идут, это хорошо, это приятно, это людей всегда очень мотивирует, а в-третьих, на самом деле, ну, русского вот этой смекалки жульничества никто не отменял, дело в том, что во время испытательного срока ты можешь там, собственно, в любой день уволиться, да, ты можешь прийти, сказать, здрасте, я у вас не работаю, ну, и, собственно, на следующий день на работу не выходи, поэтому, вот, бывали случаи жульничества, когда, собственно, ну, и в других компаниях к этому относятся лояльно, ну, условно, ну, не прошел испытательный, может, человек говорит, мне самому не понравилось, в общем, поэтому, бывали случаи, когда люди договаривались друг с другом, один бы водил другого, человек отрабатывал испытательный срок, оба забирали деньги и, собственно, уходили, ну, второй уходил, когда человек работает, третий платеж идет через, там, шесть месяцев, ну, на самом деле, за это время человек привыкает, уже вот нет вот этого, поэтому таким образом мы просто решили жульничество. Чем еще хороша реферальная программа? Дело в том, что, во-первых, она сокращает значительный костный персонал, во-первых, уходит весь хантинг, вообще, на самом деле, потому что вот такая история про, особенно, знаковые позиции, там, не знаю, главный бухгалтер, там, еще что-нибудь, если мы ищем, соответственно, люди начинают притаскивать, очень, там, крутых людей для того, чтобы заработать, ну, а в любой хантинг он всегда много дороже, чем один оклад. Это первое. Второе, значит, дело в том, что вы создаете еще систему кадрового резерва. Люди, если запустить кадровую, вот эту реферальную программу правильно, они натаскивают людей больше, чем, соответственно, чем вам сейчас нужно. И вы совершенно спокойно говорите, ну, слушай, сейчас уже там вакансий нет, или такой вакансий нет, но если будет, я, собственно, сообщу. Поэтому у вас всегда есть дополнительный пол людей. Основной риск здесь, что люди начинают говорить, переведи меня, у меня есть такая вакансия, вот, вот, соответственно, почему не я. Вот в этом смысле должна быть простроена, очень правильный механизм оценки и перемещения между позициями. Сейчас о нем тоже чуть позже расскажу. И, собственно, второе, возьми моего родственника. Вот тут очень важно понимать, что, коллеги, мы оцениваем по компетенциям. Это с самого начала надо четко говорить. Не вопрос, мы там родная дружеская компания, но мы оцениваем по компетенциям. Соответственно, если эта оценка есть, и если на старте мы оцениваем по компетенциям, то вопрос родственника, не родственника, ну, сори, при этом отказываем очень корректно. Мы не говорим там, что твой родственник идиот, и мы его никогда не возьмем на работу. Слушай, ну вот на эту вакансию не подошел, мы его вносим в кадровый резерв, потом будет чего-то, мы обязательно предложим. Ну, кто-то обижается, ой, тут шарики, кто-то обижается, но в целом, в общем, программа работает очень хорошо. Почему важно, чтобы она работала не только на тех, кто, соответственно, сейчас работает, но на тех, кто ушел без конфликта. Вообще, я на самом деле говорю, что один из лучших воспитательных элементов любой компании, это взять обратно человека, который уходил из серии где-то на стороне жить лучше, и не прижился. Вот на самом деле, если такие люди есть и каким-то образом просятся обратно, обращаю внимание, они такие люди, если у вас нормальная компания, есть всегда. Другой вопрос, что они не всегда просятся, ну, как бы неловко, стыдно. Поэтому поддерживайте связи с теми, кто ушел, и периодически задавайте. Слушай, не хочешь там, ну вот, даже не сеть не хочешь, у нас есть вот такая вакансия, у нас есть вот такая возможность. Объясню. Дело в том, что нет более лояльных компаний, людей, апологетов, и причем таких вот активных апологетов, чем люди, которые уходили, не прижились где-то и вернулись. Они вот всей компанией рассказывают, что нормально работать только здесь, что везде, в остальном месте все ужасно, что никаким образом не ходите никуда на страну, и поскольку это вот знание, ну и человек же прошел, то на самом деле это действует прямо идеально. Поэтому если есть такая возможность, берите таких людей. Вот, ну, правда. Ну, если, конечно, уходил хорошо, и теперь просто за лучшей жизнью. А дело в том, что особенно средний уровень, не совсем топ-менеджмент, а вот миддл-менеджмент, который дошел до определенного уровня и выше прыгнуть не может, периодически, конечно, на страну ходит, потому что, ну, ему кажется, что где-то там вот лучше. И далеко не все приживаются. На самом деле, вообще очень сложно прижиться человеку в другой компании, если он в этой компании отработал больше пяти лет и был на хорошем счету. Адаптация идет очень тяжело, потому что, ну, здесь-то я был королем, я уверен, что в других местах, и я вообще не знаю, как там в других местах, я уверен, что в других местах будет точно так же, я пришел, а там я не король, там свои короли, и надо доказывать, это прям болезненный процесс. Поэтому, вот такие апологеты очень важны. Что еще очень важно? Люди, да, ну, мы же все животные социальные, поэтому много общаемся, поэтому те люди, с которыми хорошо уходили из компании, ну, то есть, если на них тоже распространяется реферальная программа, то в этом случае они подтаскивают людей с разных мест, не оттуда, где они сейчас работают, а с кем они коммуницируют, еще прочее, то есть, на самом деле, у вас приток, этот воронка много больше. Каким образом создавать вот это сообщество бывших работающих людей? Не надо на это тратить большое количество времени и денег, нет, на самом деле, уходя, собирайте их e-mail, собирайте обратную связь, почему ушел там, если ушел хорошо, говорите, можем ли поддерживать связь? Ну, обычно люди говорят, можем. Что я советую даже самым небольшим компаниям? Если у вас есть какое-то открытое обучение, проводите там семинары, вебинары, звать этих людей, это всегда, ну, то есть вам, вам что 10 человек посадить, что 11, что 12, в общем, ну, кост никакой, там, на чашку кофе, да, а из серии прийти поучиться, ну, на халяву люди любят, да, и тем самым, первый момент, второй, обычно компания раз год устраивает детский праздник. Вот на самом деле, вот тут, если у вас есть такой праздник, то тоже 10 детей, 20 детей, 50 или 51, или 150, или 154, в общем, ну, разницы никакой в костах. А вот эта история про то, что моего ребенка меня не забыли, ну, мы все, мы про детей, это у нас вот такой самый болезненный, да, то есть для нас, ну, как вот, даже не то, что у нас, ну, дети это вот тут, а тут моего ребенка помнят и позвали на праздник, лояльность чрезвычайная, а, ну, правда, по косту вообще нулевая, этого достаточно для того, чтобы люди, хорошо ушедшие из вашей компании, оставались апологетами вашей компании, соответственно, пригоняли вам людей и при случае возвращались. Вообще, очень правильно, вот, периодически ко мне приходит какой-нибудь там топ-менеджер, начинает говорить, боже, у меня увольняется топ-менеджер, боже, у меня все, что же мне делать, я говорю, отлично, это праздник на твоей улице, если ты все делал правильно, то это отлично. Дело в том, что периодически компаний надо покупать компетенции со стороны. Вот все вот это история, мы, конечно, должны растить людей, безусловно, растить, безусловно, это важно, но компания только тогда начинает быстро двигаться, когда мы периодически для ключевых людей покупаем компетенции, кого мы должны покупать, мы должны покупать, если в компании застой, и мы не понимаем, почему, мы покупаем в этом случае из компании подобной, где нет застоя, чтобы, собственно, понять и вытащить нас из застоя, мы покупаем людей на новое направление, если мы открываем, соответственно, чтобы его поднять, и мы покупаем при резком рывке, если мы переходим, например, компания российская, компания приходит на международный уровень, вот эти компетенции надо покупать, но при этом людей надо расти, то есть лучше, чтобы это работало в комбинаторике, ну, если тут есть люди старшего поколения, наверное, помню такую советскую практику, над которой все очень смеялись, но на самом деле в ней был здравый смысл, что если мы помним союзные республики, так называемые, то обычно руководители привозили откуда-нибудь из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, а вторым человеком к нему ставили так называемый местный кадр, или наоборот. Так вот, вот принцип ровно такой же, кто-то должен, то есть компания должна внутри понимать, что все время растут сотрудники, что это все происходит, но при этом, что компетенции покупаются, потому что иначе ну просто на определенном этапе вы захлебнетесь в собственном знании, поэтому иногда очень выгодно еще по одной причине ровно по этой возвращать бывших сотрудников, они куда-то сходили, если не сходили особенно в хорошее место, они набрались там компетенции, связи и прочего, и собственно они вернулись, и ну это прекрасно, замечательно, собственно это работает. Это дает довольно большой рывок компании. Значит, что делать неправильно? Неправильно, если мы сейчас берем топ-менеджмента, топ-менеджмент в целом, менять сразу больше 30% топ-менеджмента. Вообще считается, что вводить раз в 3 месяца, если вдруг компания встает и перелома, мы вводим одного топ-менеджера, иначе эта турбулентность, а если мы их поменяли больше 30%, турбулентность зашкаливает, мы на самом деле вероятнее всего вводим компанию в зону большого риска. Нельзя вводить сразу многих топ-менеджеров. Это прямо очень-очень критично для компании. Теперь, значит, немножечко там набегу, немножечко о мотивации. Значит, каким образом мы мотивируем? Ну, понятно, что сейчас время непростое, то, что мы видим в целом, коллеги, я не знаю, там местный телевизор, но то, что вам говорит центральный телевизор про то, что кризис закончился, не знаю, может он где-то закончился, нет. То, что я вижу у клиентов, я вижу сейчас в следующей истории. Да, сейчас есть некий пик вакансии, это традиционная история на осень, плюс долго очень не искали вообще компании никого, поэтому сейчас есть действительно довольно большое количество вакансий, но я вижу планы крупных федеральных компаний на следующий год. В целом, сокращение по рынку идет 20-30%, а в некоторых сегментах даже больше. Это огромное сокращение. Банки будут в общей сложности сократить около 30% вообще суммарного персонала в следующем году. Это чудовищная история. Девелопмент сократит около 17%, телеком сократит около 12%, от совокупного состава. Это огромное количество. Мы практически не знаем отраслей, кроме IT, робототехники и агро, которые всерьез растут. Так вот, к чему я это говорю? Я сейчас не про поиск работает, вообще отдельная тема, это лучше, наверное, ко мне там персональненько, а значит, про то, как мотивировать. Дело в том, что кризис с плохими вещами принес хорошую весть, именно если вы работаете, ну то есть, если вы отвечаете за бюджеты. У нас давно перестали расти фиксированная часть зарплаты. И на самом деле она как в начале кризиса упала, мы по-прежнему выводим на, что называется, такие, на кризисные вещи. То есть, до начала кризиса зарплата в среднем у топ-менеджмента упала на 25-28% по разным отраслям. Так вот, но значительно возросло значение кипиайной части. Первое, кипиай перестали быть абсолютными. То есть, если раньше кипиай фактически считался, что в любом случае вам заплатят. То есть, теперь кипиай сложно достижимы и, правда, очень сложно получить. Второе, в совокупном доходе сейчас кипиай могут доходить до 50-60%. Причем я говорю это именно о топ-менеджменте. Чем мотивируем? Что, собственно, если нет денег, на что хорошо мотивируются люди? Внимание! Если коллектив женский, отлично работает такая система мотивации, как хоум-дэй. Что это такое? Это два или четыре раза в месяц человек может работать из дома. Это именно, это не выходной день. Это работа, которая означает, что заранее ты уведомляешь, что у тебя этот хоум-дэй. Ты выходишь, ты работаешь точно так же. Это требует некого, то есть, это вообще не требует денег, это требует только некой одноразовой, довольно сложной, но одноразовой настройки айтишной части, доступа к системе, доступа к всему. Но, собственно, это, в общем, делается. Мы знаем, что в компаниях, особенно в фарме, там, где много женщин и в консалте, у нас на самом деле текучка и вообще вероятность ухода в некоторых компаниях в фарме сократилась больше, чем на 30% с введением этого хоум-дня. Объясню, почему. Дело в том, что, да, ты работаешь точно так же, но, соответственно, ты работаешь из дома, ты встретил детей, ты, я не знаю, пригласил мастера починить холодильник, ты сварил обед, потому что у всех женщин работающих, ну, не у всех, но у большинства есть синдром, я же плохая мать, да, и вот этот синдром в эти дни, он, собственно, мы его таким образом решаем. Отлично работает система, пользуйтесь. Второе, значит, что еще мотивирует, если не деньги? Мотивирует, особенно, вот со всем топ-менеджеров отложенные опционы. В большинстве очень крупных компаний стали вводить такие вещи. Компании тяжело переживали кризисы, тяжело переживают, и люди говорят, если ты веришь в нашу компанию, то топ-менеджмент, иди, если мы вместе в течение такого-то срока достигнем таких-то показателей, тебе будет, соответственно, чаще всего понятийный опцион, то есть люди не могут дать его юридически, но тебе будет распределение части прибыли. Иногда это делают юридически, иногда это, собственно, вот это очень хорошо держит топ-менеджеров, в частности, коммерческих директоров. Это вторая какая-то такая важная часть. Третье, значит, все долгосрочные истории связаны, чем привязываем людей. Привязываем ДМС, если компания большая, то довольно хорошо работает такая система, получается тогда дешево, но при большой компании, как добровольное медицинское страхование для членов семьи, в частности, для детей и для родителей. Это вроде по деньгам получается, на самом деле, немного, но люди за это держатся. Соответственно, держатся за программу обучения. То есть обучение тут важно смотреть. Значит, обучение надо делить. Есть первая часть обучения, когда мы учим, я не знаю, по профессии, какие-то сертификаты, я не знаю, новый какой-нибудь бухгалтерский сертификат и прочее. То, что входит в часть вашей работы, то, что обязательно на вашей компании, это не очень держит, потому что это есть везде. А такие какие-то более дорогие профессиональные курсы, которые не являются обязательными, держат очень хорошо. Более того, на них могут быть ученические, кому интересно, потом напишите, расскажу об этом отдельно, ученические контракты, которые просто формально удержат, потому что иначе ты должен вернуть эту сумму. Если сумма обучения большая, то, собственно, получается совсем невыгодно. А вы вообще можете это сделать либо бартером, либо со скидкой, либо там, ну, разные есть форматы, то есть обучение держит хорошо. Значит, и что плохо держит? Вот вся вот эта история про долгосрочные какие-то прибыли из серии, а мы тебе премию заплатим в конце года за то, что вот если компания сделает такие показатели, люди перестают в это верить, потому что компания массово не выполняет планы, люди просто не верят. Поэтому лучше, собственно, делать какими-то вещами. Теперь последнее. Значит, поскольку там совсем голубом по Европам, увольнение. Как я говорила, вот эта штука про то, что увольнение это всегда страшно, ужасно и вредно компании, нет. на самом деле, опять же, есть правило Гугла, каждый год 20% всех совокупных сотрудников Гугла в мире, все сотрудники проходят оценку и 20% худших, обращаю внимание, худших по Гуглу, Гугл не продлевает с ними контракты. Конечно, эти люди немедленно там устраиваются во все другие компании, потому что это все равно худше по Гуглу, это все равно лучше по рынку, но на самом деле, ну, конечно, нет идеальных и неидеальных кандидатов, идеальный кандидат, я не знаю, плохой кандидат для Гугла может быть хороший кандидат, не знаю, прости господи, для Эверноута, лучший, это же всегда рынок, поэтому вы должны понимать, что первое, что должен сделать HR в вашей компании, это ввести нормальную систему ежегодной оценки, или как оценивают вас, вас должны оценивать не только ваш непосредственный руководитель, вас должны оценивать так называемые пиры, кто это такие, это те руководители подразделений, с которыми вы общаетесь чаще всего по бизнесу, ну, то есть, если ты IT-департамент, ты условно там, не знаю, директор по продукту и директор по продажам, дальше оценка должна строиться, это вообще отдельная большая тема, оценка строится следующим образом, это твои личные показатели цели, это показатели вообще компании и показатели твоего департамента, если хотя бы, ну, именно в сочетании 60 это твое личное, 30 это показатели твоего соответственно департамента, 10 показателей всей компании, но если хотя бы один из этих пунктов не выполнил план, то есть, соответственно, ну, не достиг необходимых показателей, все обнуляется, потому что ноль, да, Так вот, на самом деле оценка не должна быть карательная, оценка она должна быть для чего? Это стимул для того, что тебе лучше сделать, но при этом надо понимать, что вы тем самым смотрите вот этих вот, вот тех, которые балласт, и если у вас этого балласта больше 20%, вы начинаете проигрывать конкурентам. Вот этих людей с рынка либо надо покупать, либо этих доучивать. Что делать? Там надо считать экономически в этом смысле, что выгодно, потому что там дальше считается экономика. Поэтому, соответственно, как мы расстаемся? Расстаемся мы, ну, конечно, идеально, как расстаются в западных компаниях России, даже если ты не прошел оценку, вот тебе три оклада, соглашение сторон, ты уходишь. Не всегда компания, это возможно, годовые, поэтому контракты, соответственно, контракт может не продлеваться, но всегда старайтесь уходить, ну, когда человек уходит, вы должны понимать, что лучше бы, чтобы он ушел хорошо. То есть в этом смысле идеально сделать историю, ну, давай, вот, собственно, не к нам, ну, давай мы тебе там поможем трудоустроиться, давай тебе еще что-то, давай дадим хорошие рекомендации, обязательно поговорить. Вот в этой части HR вам просто необходим, потому что он снимет это. Хороший HR умеет это снимать, умеет снимать этот негатив. Отсюда мы все, собственно, в том числе и соискатели, мы должны понимать, что сейчас меняется время, оно становится очень турбулентно, и уходит вот эта парадигма, что раньше я сначала учился, а потом я работаю, и изредка хожу куда-то учиться только для того, чтобы, ну, там, если мне нужны какие-то сертификаты. Смотрите, на самом деле мир изменился, и мир меняется так быстро, я расскажу, у меня осталось совсем мало времени, потому что там уже, так я понимаю, Сережа весь под парами готова представлять новый продукт, но в чем, собственно, раньше, например, 5 лет назад я бегала за всеми оффлайновыми маркетологами, какого-нибудь директора по маркетингу Метро, Леруа Мерлен, еще чего-нибудь, говорю, пожалуйста, пойдемте со мной в интернет, там так здорово. Я говорю, девочка, какой интернет, я тут сижу, у меня там вот-вот хилиалы магазинов, все так круто, иди отсюда. Прошло 4-5 лет, теперь они бегают за мной, говорят, слушай, мы хотим войти, мы хотим интернет, мы хотим хоть куда-то, нас увольняют, у нас нет диджитал-компетенции. Я говорю, слушайте, вы мне зачем? Вот просто вот, то есть за 5 лет критично изменилось требование к профессии. Я к чему? Что вы должны запомнить как кандидаты одно, причем чем вы топовее, тем вы должны запоминать это круче. Что? Есть история про то, что теперь мы учимся всегда. Учимся мы в рамках, не надо вот это, а теперь я учусь там, я не знаю, швейному делу, а дальше я пошел на курсеру, там курсы по искусству, а послезавтра еще программирование. Нет. Вы выбираете фокус вашей профессии и начинаете доучиваться всем необходимым компетенциям в вашей профессии. Причем, если вас учит компания, обратите внимание, это не то. Компания на самом деле, ну понимаете, цель любой компании это извлечение прибыли. Поэтому вас будут учить тем компетенциям, которые нужны компании сейчас. А с рынка, как я говорил в начале, они будут покупать тех, у кого есть компетенции с завтрашнего дня. На открытие новых направлений, на еще какие-то вещи. Поэтому, если вы имеете вот эти компетенции с завтрашнего дня, которые в каждой профессии разные, ну там, собственно, пишите нам, я вам потом просто буду высылать профили под разные профессии сейчас, это за час делать невозможно, то в этом случае при появлении вашей компании или других компетенций, каких-то новых возможностей, вы приходите и говорите, стоп, я это умею, стоп, я это знаю. Так, этого компании не будет делать никогда. И это единственный шанс вам повышать зарплату, карьерно расти и быть всегда востребованным. На этой славной ноте я хочу, наверное, позвать сюда Андрея, или кого я должна сюда позвать? Не поняла, кого я должна сюда позвать? Ну кого-то я должна позвать, потому что у нас осталось 5 минут до начала выступления Сергея. Если никого я не должна позвать, так я могу продолжать. Что-то я не понял. Да я-то бы продолжила, но мне кажется, Битрикс обидится, а как бы он здесь сегодня главный. Я сделаю еще одно служебное объявление. Кто потерял телефон, подойдите либо ко мне, либо на стойку регистрации. Ну вы прямо издеваетесь, то есть мы остановились до того, чтобы сделать служебное объявление? Да, пожалуйста. Да, кто-то задавал вопросы? Да. В каком чате? Да, дело в том, что я вообще не знаю, что такое чат, и простите. В смысле, а что значит вопрос? А как же диджитал компетенции? А что с планетой? Примерный вопрос какой? Вопрос в чате. Какая мотивация лучше для IT-сотрудников? Ну денежная, конечно. Я не знаю. Давайте, коллеги, смотрите, давайте вы будете как-то задавать вопросы более конкретно. То есть, ну вот, а как же диджитал компетенции? Я не знаю, как на это отвечать. Какая мотивация лучше для IT-сотрудников? Денежная, да? Поэтому вот для того, чтобы... Смотрите, сейчас давайте вот как. Сейчас Битрикс презентуется. Я здесь буду... Скажите мне, пожалуйста, если у меня самолет 8, во сколько мне надо отсюда выехать? Я знаю, вот вы меня сейчас заложником оставите. Во сколько? Честно, скажите честно, кто? 6.30. Значит, смотрите, я буду здесь до 6 вечера. Вот, поэтому на самом деле, вот визитки. После презентации Битрикса подходим и, соответственно, задаем мне вопросы. Вопросы в чате, пожалуйста, за это время переформулируйте более конкретно, чтобы я смогла ответить по существу. Мне сейчас, надеюсь, организаторы расскажут, что такое чат, и я, соответственно, на них спокойненько отвечу. А сейчас, видимо, раз никакого объявления, раз меня тут немножечко, видимо, обманули, у нас есть возможность задать один вопрос. Коллеги, кто? Есть какой-нибудь вопрос сейчас? Никакого вопроса нет. Правильно понимаю? Ну что, тогда, собственно... Антирабство я вкладываю, это совсем не история про свое дело или про найм. Это для каждого свое. Это та работа, которая для вас не является обузой. Вот что очень важно. Смотрите, человек периодически может уставать от работы. Вот, смотрите, как проверяем, ваша работа или не ваша. Мы все топ-менеджеры, мы все периодически устаем от работы. Вот условно, вот в этот момент кажется, боже мой, все, больше не могу, увольняюсь. Берете, выключаете все гаджеты и идете на две недели в отпуск. Очень важно ходить в отпуск не так, как мы ходим, со всеми телефонами, компьютерами и всем прочим вещами, а именно правильно, отключив все. Первую неделю мозг отдыхает, на вторую он начинает выдавать какие-то идеи. Если после этого, через две недели вы вернулись полностью, все отключив, уехав, очень важно изменить обстановку. Если вы спокойный человек, уедете куда-нибудь, я не знаю, в горы кататься на лыжах. Если вы как раз человек экстремальный, две недели валяетесь на пляже или, я не знаю, просто смотрите на огонь в своем дачном домике. Очень важно изменить среду для мозга. Если вы вернулись через эти две недели и на третий день по выходу на работу не чувствуете такой же усталости, то значит на самом деле у вас все хорошо, это ваша работа. Там могут быть, ну не бывает 100%, ну то есть это как минимум ваша отрасль, можно там менять что-то, но вам в целом интересно. Если вы по-прежнему чувствуете, блин, такую же усталость и такой же ужас, значит что-то не так. Либо вы работаете не в той компании, либо вы работаете не в той отрасли, это надо менять. Это отдельная тема профориентации для взрослых, я готова о ней много рассказывать, но это прям отдельная тема, большая и сложная. Так вот, рабство для меня, это когда мы на работу ходим, знаете, вот есть знаменитый банк у нас, государственный, мы будем называть, который, в общем, я думаю, процентов 70, если не 80 сотрудников дико ненавидят. Но они ходят на работу, они говорят, знаешь, до 29 декабря мы ходим на работу с ненавистью, а 29 декабря нам приходит смс с годовым бонусом, мы такие, ну ладно, еще год отработаем. Вот если мы чисто размениваем работу на деньги, смотрите, что важно, у нас у всех бывают разные периоды, болеют, не дай бог, родственники, ипотека, дети, периодически нам деньги самые важные в работе. Но важно вот что, я тут сейчас не про романтику, я сама очень люблю деньги. Дело в том, что если вы ходите на работу только ради денег, вот моя практика показывает стопроцентно, в районе 40-45 лет вас, вероятнее всего, уволят вот с этим диагнозом сбитый летчик. Почему? Потому что есть рядом с вами те, кто ходит не только ради денег, кого эта работа прет. И они в результате на определенном этапе начинают развиваться быстрее, круче, ну и, собственно, всеми силами выжимают из вас эту позицию. И когда вы в 45, вдруг уже весь такой усталый и, что называется, сильно поюзанный, дело не в возрасте, а дело в том, что вот просто, ну, достала вас работа, от этого выгорают, вы выходите на рынок, вы оказываетесь никому не нужны. Вот тут, собственно, разводы, тут спиваются, тут депрессии, у меня вот прям таких вот много, это прямо вот совсем тяжело. Вот, поэтому вот любая работа, неважно, свое дело для кого-то, для кого-то найм, для многих свое дело как раз это абсолютная рабство, чемодан без ручки. Вот если у вас этого нет, если вас, в принципе, ваша работа прет, при всех там минусах не бывает идеальной работы, но в целом вам вот-вот там, то дальше все хорошо. Если же вот все, вот больше вот не могу, то это прямо вот беда-беда. Так, ну что, коллеги, у меня 0-0-0-0. Где у нас Сережа? Слушайте, ну-ка, Регина, меня Битрихс привез, я такая, а, да ладно, Рыжиков. Мне кажется, нам нужен модератор, который что-нибудь прекрасное расскажет, да? Давайте еще раз поблагодарим Алену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова